Первое посаженное дерево, политый цветок или божья коровка, которая села тебе на ладонь. Именно через общение с природой ребенок познает окружающий мир. Загадочный, интересный и такой притягательный. Но как объяснить малышу, что природу нужно беречь? Литераторы уверены, нужен комплексный подход, но без стихов никуда. Приобщение к чтению – это первая наша задача. Во-вторых, в связи с тем, что город объявлен годом экологии, год объявлен годом экологии, поэтому мы и разрабатывали специальные программы на эту тему. Ну и естественно, так как это первый класс, то для них самая такая интересная тема – это птицы, это животные, это растения, это все то, что окружает нас в природе. Говорили малыши о своих любимых животных с превеликим удовольствием. Ее звали Хаммер, и я когда приходила, или кто-нибудь другой заходил, она радовалась, а когда ложилась спать, она ко мне приходила и со мной лежала. Боже мой, собака? Да. Была возможность на открытом уроке и самим почувствовать себя частью природы, попробовать изобразить звуки различных животных. Хорошенько раскрепостившись, ребята были готовы блистать, ведь на протяжении нескольких месяцев они учили стихи, конечно, о природе. И хочется пустить по листьям грабли, В последнем блеске солнца и тепла, Собрать в ладонь тускнеющие капли, Как крошки из деревянного стела. Мирослава Романова убедила нас, что каждое слово стихотворения Дронникова она прочувствовала и вынесла свой смысл. Давайте будем беречь природу в год экологии, и не только. Каждый день, каждую прогулку нельзя мусорить, нельзя бросать сигареты на асфальт. И надо обязательно тушить огонь, если вы были на природе. Подведение итогов конкурса юных чтецов состоится 5 декабря в Музее писателей Орловцев в 14.00. Все это в рамках образовательного проекта «Майорловское лукоморье». Алина Логотина, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.